Сразу 47 юных умников и умниц наградили в Нижегородском Кремле. Все эти ребятишки победители городских школьных олимпиад 2014-2015 учебного года. Чтобы победить в олимпиаде, нужно знать учебную программу на отлично, хорошо разбираться в предмете и читать дополнительную литературу. Готовилась на самом деле нет, потому что права в этом году у меня нет такого предмета. Просто интересно, было очень часто. Прочитала Конституцию, основные законы, которые есть в нашей стране. Это действительно помогло. Большинство из этих школьников будущее светило науке. Например, учащийся лицея Илья Коновалов вместе с командой смоделировал систему искусственного фотосинтеза и завоевал первое место в олимпиаде по техническому проектированию. Теоретически это аналог листка, который будет синтезировать и органические вещества, используемые в медицине, и вырабатывать электрическую энергию. То есть это зеленая энергетика. Педагоги приоткрыли завесу тайны и рассказали, как помочь ребенку стать таким образованным и умным. Вообще ребенок рождается со своими задатками, а роль учителя в том, чтобы развить способности и увидеть эти задатки, и способствовать развитию творческого потенциала. Труд, конечно, благодарный, благородный. Труд здесь не только со стороны учителя, еще со стороны, конечно же, самого ребенка. Это в первую очередь, потому что настолько уникальны эти ребята. Это труд со стороны родителей. Ну и учителя, конечно. С победой в Олимпиадах мальчишек и девчонок пришли поздравить представители вузов, директора школ, руководители районных управлений образования, а также сотрудники городской администрации. У нас каждый год больше двух тысяч детей принимают участие в Олимпиадах. Олимпиады у нас по 13 предметам. Понятно, это математика, информатика, физика, астрономия, ну такие самые-самые. Даже для третьей-четвертых классов мы делаем математику и русские олимпиады. То есть вот такие вот пошли у нас предметы. Школьникам подарили подарки и дипломы, которые дают дополнительные баллы при поступлении в вузы. Хотя за этих детей можно не волноваться. Умники и умницы потому так и зовутся, что уровень их знаний позволяет поступать во многие вузы без экзаменов.